Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России, президентом Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктором Кидяевым. Речь шла о внедрении интерактивной карты органа местного самоуправления. По каждому муниципалитету создан паспорт, который включает огромное количество показателей развития. Предусмотренные для каждого муниципального образования личные кабинеты моделируют систему управления территорией. В этих личных кабинетах что мы должны видеть? Первая это полномочия, вторая должна быть доходная часть, третья должна быть контроль надзорные органы, ну и дальше, дальше. Если мы до этого достучимся, нам будет ясно понятно. Чтобы, например, в сельском поселении мы знаем все, как говорится, доходы, полномочия и разные направления. У нас в район может войти, как говорится, в поселенческий уровень, посмотреть, как у нас доходы, полномочия работают. Глава субъекта, может, нажал кнопочку, может выйти, посмотреть, как все движется, работает. Министр финансов России может выйти на какое-то поселение. В тестировании информационной платформы участвуют 63 муниципальных образования пяти пилотных регионов. Чувашия, Мордовия, Мариэл, Брянская и Тамбовская области. В Чувашии апробация системы проходит в Канаше и Аликовском районе. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, задача органов власти – повышать качество жизни как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Принятое решение уже и на уровне президента Российской Федерации, и на уровне правительства для того, чтобы повысить качество жизни одним вопросом. Чтобы люди и в городских округах, и в сельской местности были в одинаково равных условиях. Оперативное получение аналитической информации является условием поступательного развития муниципалитетов, отметил Михаил Игнатьев. Продолжение следует...